то что делал торковский да когда пленку ска разрезали склеивали и так далее не линейный это монтаж на компьютере кстати почему не линейный не очень понятно но это и не важно важно что появилась вроде бы потенциальная возможность но она все равно еще было для избранных вот сейчас у нас в презентации которые надеюсь вы все видите камера red red хорошая камера но она всегда стоило дорого где-то наверное лет шесть назад red начал демпинг какой-то вообще туда сравнительно такой новый бренд начал демпинг и появились камеры которые стоили скажем там четыре тысячи долларов это очень дешево но без объектива без навесного оборудования 4 тысяч долларов потреб 30 рублей то стоил долларов 120 тысяч тогда же например марк 3 стоил тоже где-то около 110 я помню что у меня была идея купить red когда выбирал себе камеру я думал покупать red или марк но остановился на марке все-таки потому что у рэда кроме вообще у любой профессиональной камеры кроме цены большой затушку за саму камеру очень дорого стоит оборудование навесное там все объективы дико дорогие все только редовская аккумуляторы редовские мониторы редовские провода только редовские так далее то есть все вкупе все равно это уходило там ну вылетала в 10 тысяч долларов минимум а это соответственно мало кто может себе позволить это же условно разговора видео в общем то еще не стоял но бесполезно о чем-то говорит какой мы можем снимать видео если мы не можем снимать видео 10 тысяч долларов почти невозможно ну вот но потом все менялась менялась и вот появился например black magic это тоже кинокамера эта камера сродни реду видеокамера кстати не рассматриваю вообще потому что это конечно плохой качестве даже хорошие видеокамеры которому стоит 100 тысяч долларов 500 тысяч рублей миллион тогда все это все равно очень плохо картинки и в эту сторону наверно не стоит смотреть сейчас то что я говорю наверное не знаю может быть вам может показаться что не нужно но мне кажется что это все равно оседает нужно знать что есть оборудование какое оно есть и сразу отметать какие-то вещи которые какие-то вещи на которые лучше даже не смотреть вот появился black magic в пределах 125 тысяч рублей стоила тушка сейчас она нам так стоит доллар вырос но цены просто на технику падают подходят объективы от canon а значит в общем то можно взять дешевый объектив и в принципе все взаимозаменяемые то есть там не нужно покупать навесное оборудование именно black magic и вот когда появился bm появилась уже действительно появился разговор о том что а почему бы нет да почему бы нам не снимать например видео но на самом деле еще до bm появились аппараты вот он 550 и canon у никона параллельно примерно это произошло но никон я не очень люблю поэтому общем я буду говорить про кэна на самом деле я не не отметаю возможности снимать на никон ну это понятно стандартный спор кто-то любит к нам кто-то никон сейчас появились еще какие-то камеры но в принципе вот 550 canon это отличная машина которая как вы видите достоинством которой являлось то что она стоит 25 тысяч рублей это 25 тысяч рублей на которые в принципе но это без объектива объективы можно было докупать какие-то я потом расскажу про оборудование появилась такая камера и можно было уже снимать что-то приличное вот сейчас например я покажу что снимает 550 550 и канада был первые первое в линейке камера которая в общем снимала сносное видео вот смотрите что снимает canon 550 25 тысяч рублей картинка это естественно это цветокоррекции естественно снимали там хорошие люди на хороший объектив но в целом мне кажется что более чем прилично чем это отличается от кино ну в общем то я бы не сказал что ничем это очень хорошо вот появилась возможность делать но кроме камеры кроме потенциальной возможности делать что-то крутое нужно еще и уметь это делать вот по крайней мере появилась ну как сказать появился разговор о том что мы можем снимать видео я могу снимать видео на canon который стоит 25 тысяч рублей тому субъективом 30 рублей и я могу монтировать его в там в дешевом редакторе изначально был адоп в общем то один из final cut адоп они все были платные но они такие были хорошие сейчас появляются больше и больше бесплатных хороших и я в конце расскажу о том какая бесплатная хорошая программа по редакторе видео существует вот то есть в принципе появилась возможность делать все самому и оставалось только выяснить что делать как делать и кому делать еще до мне кажется лет шесть назад людей которые снимали все сами называли рюкзачниками то есть человек который приходит с рюкзаком и в рюкзаке у него все оборудование приходит один сам рюкзаке все оборудование достает и начинает работать то есть я тогда снимал еще для разных проектов и абсолютно стандартная история что приезжает съемочная группа какая-нибудь восемь человек два два носильщика один звукорежиссер один звукооператор один оператор один режиссер человек в кадре осветитель и так далее и приезжаю я с рюкзачком со штативом там тоже подмышкой вынимают все расставляю в общем-то снимаю я снимал я помню это было печально это было так сказать немножко даже унизительно потому что например я летал в чернобыль тогда патриарх туда летал летал президент тогда еще медведев наверное был и в аэропорту когда встречали президента выстроились все съемочные группы все стояли там толпами с огромными камерами в середине в лес я со своей маленькой камеры со своим маленьким штативки там ну вот но в принципе продукт ну тогда конечно он был не таким замечательным роскошным вот но он был вполне себе достойным и ситуации в общем-то продолжалось примерно так же люди выпускники в гико просто телевизионщики тогда люди которые имеют отношение к видео они продолжали снимать группой они не понимали как можно снять дешевое видео там бюджет исчислялись там 200 300 тысяч так далее вот и уже появлялись люди которые могли что-то делать сами такие универсалы рюкзачники приехал с рюкзачком в общем-то рюкзаки полный комплект оборудования выставил снял уехал приехал домой смонтировал все готовое видео вот я работал на портале милосердия рутаку благотворительная организация милосердия кто знает я там был редактором видеорубрики и вот мы там собственно начинали снимать тогда видео еще непонятно зачем и куда вот для просто ну для поднятия что ли портала да просто никто еще кстати тогда не снимал так особое видео никто не заливал его на youtube ну так вот массово там было несколько буквально сайтов которые пытались сделать что-то подобное там open space например начинал когда снов начинал делать видео все это упиралось в отсутствие денег потому что не понимали что можно делать дешево ну вот а мы сначала на милосердие понимали что можно делать дешево делали и делали в принципе неплохие достаточно вещи вот и главное что это работало как ни странно тогда еще не было youtube как как сейчас да то есть не было ни блогеров не вообще культура смотрения вот видео видео был не так популярно но всегда работала какая-то была ну не знаю может быть это была случайность какая-то но я снимал ролики там разные там усыновите девочку а там я отснял девочку сделал ролик у него просмотров даже не бодом 150 просмотров на девочку усыновили так далее все 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 всегда работала это было здорово и поэтому соответственно появилась возможность снимать и и действительно говорят что видео работает видео помогает и остается только или осталось только понять что снимать кому снимать и как снимать вот ну и тут первое там не знаю первое условие первое главное первое главное правило которое существует то что видео не снимают без бюджета сейчас сейчас некая у вас некий кадр который может быть не совсем пока понять сейчас про все это я буду рассказывать но а это и высокобюджетные низкобюджетные видео все-таки видео с бюджетом без бюджета бывает вот такое видео понимаете ну это но по определению него возможно снять видео условно комплект оборудования полноценного хорошего для видеосъемки стоит где-нибудь 250 тысяч если не 250 тысяч можно брать в аренду в аренду комплект оборудования стоит там 6 до 10000 например что вы прям все со светом и со звуком это там 10000 пень если только оборудование вообще без людей стоит 10 тысяч день сложно предположить что можно снять бесплатно что-то хорошее вот поэтому и высокобюджетный низкобюджет это все равно бюджет на это все равно нужно иметь какие-то деньги но вопрос в том какие деньги на что их тратить и так далее и вот сначала я скажу про высокобюджетное видео я не знаю насколько могут себе позволить нко высокий бюджет вот но про него нужно рассказать просто чтобы например не не совершать ошибок и не думать что мы снимем сейчас классные ролик социальной рекламы за 20 тысяч рублей и он порвет интернет к сожалению нет ролик социальной рекламы классный стоит хороших денег вот но вот первое чем первое что вы видите это презентационные ролики презентационные ролики может быть я так называем что не официально называются как-то по-другому это то что обычно нкоо снимают когда говорят давайте сделаем видео давайте а что мы сделан давайте снимем ролик про нас и они снимают про нас вот это история про про нас сейчас покажу например ролик газпрома вот они снимают про нас классный ролик красивая земля приближается снято на хорошую камеру причем квадрокоптер и квадрокоптер не низкую проф из какой-то с профессиональный там стоит какой-то не знаю по меньшей мере фотоаппарат а то это же red какой-нибудь вот это все здорово клёво обалденно просто нет слов молодцы да давайте сейчас кто-нибудь на у нас уже тут есть люди кстати почему-то людей мало даже напишите как вам кажется сколько просмотров на youtube у этого классного ролика который сделал газпром прям вот прям быстро напишите там два человека три хотя бы сколько просмотров на youtube список этого ролика ну не знаю максим все-таки как-то вы видели какой ролик и пока вы пишете я скажу с какой у него может быть бюджет я думаю что если не брать что это газпром да то есть вот ну понятно что газпром скорее всего него мог потратить миллиард легко абсолютно но даже без этого по себестоимости да я бы сказал что это начинается от двух миллионов себестоимость такого ролика меньше тысячи но или ну что ж такое не любите презентационные ролики соответственно да ну вот ну как сказать вот за такой ролик объявляют наверное там 2 миллиона а дальше уже начинается не объявляет у нее себестоимость 2 миллиона примерно вот а дальше начинается уже так чё за контора сколько можно взять ну там то этот этот и то есть я думаю что там все измерялась десятками миллионов вот ну в общем да у нас есть два варианта и оба варианта по тысячи почему-то просмотров потому что ну красивый же ролик ну ну надо же смотреть его нет действительно у него 6000 просмотров youtube не знаю сколько он мог стоить я думаю что миллионов 50 60 ну то есть получается там один просмотр стоил газпрому как раз миллион но с одной стороны забавно да и кажется ну вот такие ребята а с другой стороны работая снимая на фрилансе в том числе для разных будут организации я сталкиваюсь с тем что все хотят презентационный ролик здорово мы же снимем про себя у нас все вам будет написано нарисовано мы такие классные все про нас увидят никто не увидит то что это неинтересно смотреть это это увидят сотрудники нкао это увидят не знаю родственники сотрудников нкао но и те те куда засунут ролик куда смогут его неинтересно смотреть по определению не про то он его повесить на сайт до показать на презентации повесить на сайт что если вдруг кто-то это смех раэль или или слезы что происходит можно его повесить на на сайт да но потенциала просмотров у него нет вот поэтому следующие это рекламные ролики и вирусная реклама к сожалению входит в число то есть вы видите вирусы например ну вирус это то что разлетается по сети вирусная реклама именно рекламу я говорю не про вирусные ролики как таковые а правил про рекламу ну в общем да я тоже думаю что я периодически видите как отвлекаюсь до 6000 сотрудника газпром интересно всем сотрудникам посмотреть здорово у нас есть такой ролик действительно качественный вот реклама тоже дорого вот дорого и сложно то есть мы снимая на милосердии я знал что мы снимали том числе неплохие ролики там по просмотрам неплохие вовлеченность я понимал что эти ролики да вот 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 я понимал что эти ролики хорошее на милосердие и в принципе ну и там талантливы были ребята у меня ну я как редактором снимали его пустоте и выпускник или школу марина разбежкиной из такие хорошие ребята и мы думали давайте сделаем классную социальную рекламу придумать и сделать классную социальную рекламу не сложно же но главный редактор говорил нет вы не умеете этого делать и даже не лезьте и действительно я понимаю что не умеем и не надо лезть в это действительно снять рекламу практически невозможно то есть тема была заявлена что что-то про социальную рекламу но вот сожалению нет без бюджета снять социальную рекламу невозможно уж тем более просто рекламу невозможно они свои алгоритмы своя методология свои там сложности и так далее Но, единственное, что, вот, например, ролики, которые снимало агентство Вайндар для фонда «Измени одну жизнь». Сейчас я его найду, вот этот ролик. А, вот это фестиваль «Милосердия Док», который мы делали, кстати, я делал в течение четырех лет. И, надо сказать, неплохой был фестиваль, у меня было хорошее жюри, там все было здорово, но он, к сожалению, закончился. Вот, ролики, которые делало агентство Вайндар для фонда «Измени одну жизнь». Сами по себе ролики, они клевые, здорово сделаны абсолютно. Вайндар делал его бесплатно. И снимали, и монтировали, и все, и идеи, и так далее. Есть история, с которой я часто сталкивался на «Милосердии», то, что рекламные агентства хотят делать пробона. Потому что рекламные агентства, я делал такой проект, все равно, и сейчас он есть, но это, правда, наружная реклама. Вы встречаете билборда, наверное, на улицах Москвы, все равно там, в общем, встречаете точно, и многие даже знают это. Я делал интервью с человеком, который курировал от Илья Каукин в тот момент. И он говорит, что все, ну, то есть это было абсолютно пробона, все движение изначально, от начала до конца пробона, то есть оно абсолютно бесплатно делается. И «Рус Аутдор» предоставляет поверхности бесплатно, и рекламщики делают бесплатно. Все, я прекращу пока просмотр, чтобы не отвлекаться. И рекламщики делают бесплатно рекламу, и именитые рекламщики в том числе. «ДБДО» делал, там «Сачин», «Сачи» делал. И мы на «Милосердии» находили много рекламщиков, которые готовы были делать бесплатно, потому что они устают от бесконечного потока этой коммерческой истории. Хочется творчества им, хочется как-то проявить себя, а лучше, чем здесь, никак проявить себя невозможно. И можно договориться, и вот «Вайендар» делала бесплатно эти ролики, это была серия. Основная идея, чтобы установили детей, эти ролики показывали в кинотеатрах перед началом кинопоказа. Но, в общем-то, внимание привлекли скорее не сами ролики по себе, а вообще шумиха вокруг этого, что классный проект сделали, они получили серебровка на Каннских левах с этим проектом и так далее. В общем, история сработала, но она сработала, во-первых, потому что делали профессионалы, во-вторых, потому что скорее сработала даже не сама реклама, как я уже говорю, не сама раскрутка в сети, не сами просмотры, а история вокруг этого. То, что смогли это куда-то устроить, пристроить и так далее. Вот это рекламные ролики. Если собираетесь делать рекламу, скорее всего, не надо этого делать. И вирус, скорее всего, не надо. Даже если вы увидите вирусный потенциал, ну или попробуйте на нейтральную, но на это не стоит брать, мне кажется, какой-то бюджет, потому что высокий. А снимается только на высокий бюджет, потому что это сложно, это надо уметь. Дальше анимационные ролики тоже, это высокий бюджет, это то, что тоже не подступишься, потому что по кадровой анимации, например, это реально очень дорого и тяжело. Хотя есть так называемая моушн-графика, то, что сейчас делают, то, что, например, делает Медуза. Ну, самое, сделают-то многие сейчас, но Медуза делает это достаточно качественно. Вот, например, да, ролик Медузы, ну, вы видели все, я думаю, они нам разные. Это можно было бы назвать анимацией, но на самом деле это как раз моушн-дизайн. То есть это по-другому, это делается в программе After Effects, и это все, в общем-то, несложно. Я делал там похожий какой-то ролик однажды, и у меня это заняло там, ну, не такого качества, это действительно прям работа, но у меня заняло это где-то 3 дня, да, там, монтаж какая-то минимальная анимация. А работодателю с учетом того? Вот эта штука уже как раз можно делать на низком бюджете, и эта штука как раз для людей, которые хотят попробовать, например, ну, ищут тренд, хотят попробовать видео, но понимают, что видео это сложно, это сложно по оборудованию, по программам и так далее. В этом, ну, как бы с этого можно начать попробовать. Взять After Effects, программа называется Dope After Effects, ну, After Effects, очень понятно. Вот, взять After Effects, разобраться хоть в чем-то, вот, но для того, чтобы делать такие штуки, нужно, к сожалению, уметь рисовать. Ну да, Раиль, многие делают, конечно делают, я говорю, но у Medusa это просто, во-первых, поставлено на поток, и это качественный пост. Admi, например, делает, но Admi делает такие, ну, ну, не такие качественные, там, это больше для, не знаю, для кого. Вот, а Medusa делает хороший качественный motion графику. Вот, Adobe After Effects ставите, нужно уметь рисовать, нужно купить планшет графический, он стоит там 6-8 тысяч. Ну, и освоить еще Adobe Animate, лучше всего в анимете рисовать, он более удобный и подходящий для, а именно для рисунков, пока не анимировать, а именно рисовать, готовить, подготавливать заготовки, потом их переводить в кривые в иллюстраторе, там, Adobe Illustrator он называется, и уже готовые блоки в кривых, ну, готовые штуки в кривых, закидывать в After Effects, начинать их там двигать, они там прыгают, они бегают и так далее. Все это, вот этот формат, который, в принципе, сейчас, ну, очень удачный, потому что он для фейсбука, в первую очередь. Он без звука, ну, в фейсбуке не смотрят видео со звуком, это известно. Вот, то есть, ну, там 4% людей включают звук, остальные все просто в ленте появляются, и вот если в ленте появляются такие сверкающие, меркающие картинки, люди начинают это смотреть. Вот, поэтому я вам советую, вот, всем, кто хочет попробовать видео, попробуйте разобраться сначала в этом, это достаточно интересно, и главное, что у этого есть потенциал, у этого есть будущее. Сейчас, в принципе, motion graphic в России, ну, нельзя сказать, что много людей делает, а на самом деле это просто, просто, и это смотрит. Я работал, там, в прошлом году пару месяцев режиссером монтажа в конторе, который называется «История». Неинтересная контора, там, но, ну, такая она, блок-платформа для детей. Мы снимали хорошие материалы, искали хороших героев, там, все было вот так, ну, гладко и сладко, и параллельно я между делом прям кропал, это нужно, там, 4-5 часов делал такие вот карточки, но не как у «Медузы», они такие прям здоровские, а, ну, попроще, просто карточку к событию, например, минутную карточку. То же самое, мы похожие, мы сейчас делаем, например, на «Теплице» тоже, называемых видеокартах, ну, что-то рассказывает про что-то. Так вот, можно было потратить кучу времени и сил на съемки серьезного сюжета, и я мог потратить 3 часа на то, чтобы сделать карточку, выкидывали карточку там в Facebook, и она набирала 250 тысяч просмотров, например. 250 тысяч просмотров – это очень неплохо, прям, скажем, вот. А какой-то фильм я снял в Новосибирске, привез хороший такой, ну, 7-минутную документалку, выложили, там, ну, 2000 просмотров и так далее. Вот. Так что вот в эту сторону имеет смысл смотреть. Дальше. Что дальше? Дальше, анимационное, игровое кино, я даже не говорю про игровое кино, все, это, это совсем, это нужно, нужны актеры, кто хоть раз снимал что-то плюс-минус постановочное, знает, насколько тяжело заставить людей играть, если они не актеры. Это по-настоящему проблемы. И вот мы переходим к низкобюджетному видео. Вот. Вот низкобюджетно – это совсем другая история. Это как раз про рюкзачников, это про универсалов, людей, у которых все, в принципе, в рюкзачке. Вот. В рюкзачке, но при этом техника развилась настолько, что в рюкзачке можно иметь и камеру, очень, очень, прямо скажем, неплохую. Вот. И в рюкзачке же можно, ну, в рюкзачке можно иметь все оборудование, а дома можно иметь программу, на которой делают кино. Ну, не в Голливуде, наверное, в Голливуде все-таки они что-то там как-то пытаются дорогое покупать в плане программного оборудования. Но в России на этом программном обеспечении делают кино. Вот. И у вас оно условно под рукой. И остается вам только уметь снимать там и уметь монтировать. Или найти человека, который умеет это делать. Это вторая, там, второй посыл, что ли, да, основной. То, что без бюджета ничего не бывает. Вот. И задача сотрудников НКО найти универсала, человека, который делает все сам, от начала до конца. Причем даже неименитого, в смысле, без послужного списка посмотреть его работы. Потому что у меня была ситуация сейчас. Я снимаю для друзей видеоклипы, снимаю бесплатно или там за какие-то, ну, вот прям совсем. Ну, то есть, про Бона, да, делаю это. Это моя, как бы, благотворительное, благотворительное дело. Одной моей подруге, музыканту, которой я там как-то снял клип там за день, вот. Выпускник в ГИКО сказал, давай я тебе сниму хорошее видео. Она сказала, ну, давай. Я сделаю все бесплатно. Она сказала, ну, давай, хорошо. Вот он выпускник, он все там бесплатно готов ей сделать. Ну, единственное, нужно будет потратиться там на аренду оборудования, там, ну, потому что мы не можем. И в итоге получилось, что аренда оборудования стоила там 80 тысяч рублей. Потом он нагнал съемочную группу. Я не знаю, во сколько все в итоге обошлось, этот бесплатный клип во сколько. Но там 150 тысяч рублей, например, это не бюджет. То есть, когда человек снимает за 150 тысяч рублей, вот, с таким подходом, если он не рюкзачник, он считает, что он делает бесплатно, дешевле просто невозможно. Рюкзачник говорит, что, как можно 150 тысяч рублей вытянуть. Ну, то есть, можно вытянуть из человека, да, из конторы, если ты знаешь, что у этой конторы есть деньги. Но в целом, в принципе, по затратам, да, это, ну, нереальные деньги. Поэтому задача сотрудников НКО найти какого-то человека, универсала, который работает со всем, посмотреть его работы и постараться договориться о максимально низкой цене. Можно даже попробовать договориться про Боно, но, ну, чаще всего, конечно, человек тратит много времени на съемку, на монтаж. Это такая тяжелая работа и все-таки квалифицированный труд, хорошо бы хоть что-то заплатить. Вот. Так вот, с низкобюджетным кино уже другая история. Тут важен не бюджет, а важна идея. Важно найти, что снимать, как снимать, про что снимать. Если презентационные ролики, да, вот контора говорит, я хочу, ну, вот НКО говорит, мне нужно ролик, давайте снимем про нас, какие мы клевые. То профессионал, например, да, или если вы станете профессионалом, или вы, как НКО будете заказывать видео, вы должны, наверное, подумать в первую очередь, а что будут смотреть. Конечно, про нас снять здорово. И, конечно, отлично, Газпром у него все летает. Но никто не будет это смотреть. Гораздо важнее, наверное, найти или придумать что-то, что будут смотреть. И вот первое, это такое, ну, классическая документалистика. Да, и вот, смотрите, что у нас происходит сейчас. У нас происходит сейчас, например, вот эта штука, она стоит на стыке между высокобюджетным и низкобюджетным видео. Это проект, который делает сейчас Митя Олешковский такие дела. Вот, вы, наверное, Митю Олешковского, наверное, знаете. Вот, проект, не знаю, знаете или нет. История в том, что они едут с Борисом Акимовым на Дальний Восток, пытаются взять гектар земли и построить на нем что-то. Примотает вот такое вступление. По анимации у них не очень хорошо. А так, ну, смотрите, ну, класс, да, киношная такая картинка. Они сделали уже 10 серий, в принципе, с нуля они начали поднимать, расти у них в Ютьюбе там 6-7 тысяч подписчиков. Это много для, ну, там, для нескольких месяцев. Ютьюб очень медленно разгоняется. И у каждого ролика где-то 500 тысяч просмотров. Тоже много. Но я знаю, что они тратятся на рекламу, в том числе. Не факт, что без рекламы это было бы так же. Вот. Но проект очень, имеющий очень высокий потенциал, работал, потому что, ну, он интересный сам по себе. Он классно сделан. И Митя классный человек, и Боря классный человек. Они, ну, прям вот здорово. Но это сейчас они рассказывают. Это еще не начал проект, я так понимаю. Они рассказывают, как они к нему подходили, что ли. Вот. Вот они прилетели на Дальний Восток. Я за ними слежу. Я смотрю каждую серию. Мне интересно. Я кайфую. Вот это высокий потенциал достаточно. Вот. Митя просто понял в какой-то момент, что нужно раскручивать YouTube. Раньше он не понимал. Там, два года назад я ему объяснял это. Говорил, что Митя, давай YouTube, давай, давай, надо лить туда. Сейчас надо лезть туда. Он как-то так не шатко не валк. Сейчас он понял, и они прям действительно начали залезать. Но они начали залезать с серьезным проектом. С одной стороны, у него, конечно, есть бюджет, и бюджет не маленький. Но, с другой стороны, он и небольшой. Вот. То есть, они снимают в одну камеру, они снимают на Sony Alpha. Sony Alpha это фотоаппарат. Он там стоит, там, тушка, наверное, в районе 150-180 тысяч рублей. Вот. Они придумали классную идею. Они подогнали финансирование, Тинькофф их финансирует. И они прям ее отрабатывают по полной программе. Но это некий такой средний между высоким бюджетом и низким. То есть, в принципе, это снимает тоже рюкзачники. Хотя у Мити есть штат сотрудников. У него точно есть колорист, есть администратор. На этот проект люди работают. Ну, не челночник, а рюкзачник. Работает один. И, в общем-то, это, в принципе, мог бы делать и один человек. Не так качественно. Ну, есть трудно бы Митя, Боря, еще один человек с камеры. Он снимает, он монтирует, он сам же делает по цвету. Ну, анимацию, скорее всего, не он бы делал. Вот. Вот эта штука, которая стоит на стыке. И в эту сторону можно смотреть и нужно смотреть. Придумать проект, но он чисто для YouTube. То есть, он крутится и в Фейсбуке, конечно, и везде. Он привлекает внимание к таким делам. Фонду нужна помощь. Ну, соответственно, привлекает финансирование. Вот. Ну, и он не такой дорогой. А можно его делать гораздо дешевле. Главное – найти идею. Ну, и в данном случае, вот, в случае с Митей, найти еще финансирование. Они все это могут делать, потому что они сначала привлекли внешнее финансирование. Вот. Как назвать этот формат, непонятно. Это проект. Скорее, он по стилю сделан, как документалка. То, что делал когда-то Вайс. Контора очень неплохая, надо сказать. Вайс. Ну, вот наберите Вайс в интернете, посмотрите. Они первые, кто начали делать длинное видео в сети. Видео считалось, что делают с трехминутное. Вайс начал делать 15 минут, там 20 минут. И его смотрели, и они поднялись за год достаточно сильно. Их вот и купили за несколько миллионов или миллиардов долларов, я не помню. Кроме… Ну, вот, Прометия, я просто рассказал, что вот, смотрите, есть отличный кейс. Посмотрите в эту сторону и подумайте, может быть, можно придумать что-то подобное. Вот. Кроме этого, есть классическая документалистика. Это вот как раз низкий бюджет. Сейчас я покажу. Например, такой один из… Ну, мне вот он понравился в свое время. Когда Максим родился… Мама Максима – это делал Андрей Лошак, который, кстати, был редактором в таких делах, первым редактором. Вот сейчас шел больше кино. Вот, в прошлом человек, работавший на НТВ. Я думаю, тоже многие его знают. Вот классическое такое документальное в каком-то смысле кино. Там две камеры сейчас пойдут такие под съемы достаточно красивые. Вот эта штука, которую уже люди смотрят. Не потому что это «Газпром», не потому что мы в Лилюху тупеник, а потому что это просто выкладывается на YouTube, Facebook. И людям интересно посмотреть. Их нужно зацепить, конечно, так уж, чтобы не начали смотреть. Но если начать смотреть, если посмотреть хотя бы там 20, 30, 40 секунд, то ты уже потом… Ну, тебе интересно, ты уже не оторвешь. Семь минут классический формат для документалки. Семь, там, где-то 5 и 7. Потому что, короче, невозможно рассказать историю. Здесь история конкретная про мальчика, про его маму. Ну, это прям настоящая документалистика, потому что делал Перц Франк. Да, там, если вы смотрели, там, «Высший суд» или там, я не знаю, классическая документалистика. Девочки Саши, которая, кстати… Просто очень короткая, и она интересная. Ее люди смотрят. Но, кроме классической документалистики, есть еще так называемая современная документалистика. Я не знаю, как ее даже назвать, в общем. Но это такая штука, которая… В сторону которой, в принципе, сейчас можно, наверное, и нужно смотреть, и в том числе НКО. То есть, у тебя есть 3 минуты, тебе нужно взять много хороших кадров, тебе нужно найти какую-то историю про НКО, про сотрудника НКО, про человека, которому помогает НКО, что-то. Вот что-то такое сделать. Вот если вы пересмотрите в «Грейт Биг Стори» там десяток, два десятка роликов, может появиться идея, чтобы можно было бы снять. Вот. «Грейт Биг Стори» – это, короче, здорово. Это, я бы сказал, великолепно «Грейт Биг Стори». Но что у нас есть еще? Вот в это… Еще есть видео 360 градусов. Понятно, примерно. Эта камера ставится, говорят, что это сейчас здорово. «Ютюб» это поднимает у себя в алгоритме. Ну, потому что, опять же, 360 роликов, 360 градусов мало, снято. Вот. Очень просто. Камера стоит 15 тысяч рублей. Там Samsung Gear 360 или Xiaomi тоже там что-то в районе 15 тысяч. Монтировать тоже просто. У нас есть ролик на теплице, обучающий видео о том, что поделается видео 360 градусов. «Прямые эфиры» тоже просто, понятно, хорошо, интересно, ясно. Взяли камеру, телефон, сняли, и люди смотрят, потому что просто это происходит здесь сейчас. Но я не видел, честно говоря, ажиотажа. Все говорят, что «прямые эфиры» – это здорово. Я не видел, ажиотажа. Ну, это, по крайней мере, несложно делать. Видеоблог. Видеоблог – отличная штука. Но это уже для конкретных… Я говорю очень много про YouTube, потому что, честно говоря, я не вижу альтернативы. Телевидение не существует. У нас вклиниться можно только с рекламой на телевидении. Телевидение в ужасном качестве. Ее не смотрят люди. Сейчас люди не смотрят телевизор. Еще год назад блогеры, я как-то одно время один раз встречался с топовым блогерами, мне делали какой-то совместный проект. Они пишут «Каневалка», там, «Вильсон», например. Ну, да, они что-то зарабатывали. Примерно месяцев пять или шесть назад произошел такой резкий вот что-то произошло. Блогеры не просто стали зарабатывать огромные деньги. Они начали отказываться от рекламы. То есть люди идут к ним с рекламой, они говорят, мы не хотим. Потому что все идут к ним с рекламой, потому что люди не смотрят телевизор. Платежеспособное население, потенциально активное население, никто не смотрит. Телевизор смотрят те, кто ничего не делает и ничего не может сделать. То есть нет денег, нежеланий, невозможности. Людям нечего смотреть. Люди начинают смотреть YouTube. И поэтому я много говорю про YouTube, считаю, что это здорово. И главное, что сейчас пока Facebook уже изменил алгоритм, Facebook уже сложно засунуться. Он уже пытается содрать деньги за все. Ну, поверьте мне, если контора начинает раскручиваться на Facebook, он может вдруг ее почему-то полюбить, но в основном он ее не любит. И он начинает на уровне алгоритма ее опускать, чтобы люди платили деньги за рекламу. Вот YouTube еще нет, он еще пока затягивает к себе и авторов, и зрителей, и так далее. И он все еще, вот я вижу, я видел, как на милосердие, мы ни копейки не вкладывая в рекламу, в какой-то момент канал вдруг включился и пошел вверх. Но я ушел, не успел насладиться всеми радостями этого. Вот сейчас я вижу, как теплица, в какой-то момент, вот там месяца три или четыре назад вдруг пошел резкий тренд вверх. Вот он есть, и YouTube смотрит. YouTube можно опять же встраивать, можно встраивать в Facebook, хотя он тоже опускает, если встраивать в Facebook, он опускает на уровне алгоритма, но не важно. Важно, что YouTube это здорово. И это, наверное, сейчас единственное, куда нужно, и можно соваться, потому что больше особо некуда. И он работает. Работает сам YouTube, работает видео с YouTube. Вот видеоблог – это уже история про развитие канала. То есть, если классический документальный фильм или современную документалку, можно выложить одну и просто нагнать на нее как-то, в том числе можно доплачивать на рекламу, то видеоблог, например, это уже история, что вы льете, льете на канал, и в какой-то момент вдруг происходит всплеск. А может и не произойти, к сожалению. Но вы находите тему, начинаете просто видеоблогинг, и это в какой-то момент может принести дивиденд, в какой-то момент может не принести. примеров даже я не буду да вы все прекрасно я думаю их знаете хотя в н.к. а на самом деле не так много активистских проектов на самом деле очень мало и кстати это тоже говорит просто ниша пока пустая вот то есть там много всяких там историй аля дуть да или там тут же весь и до какой-то собери сделай это сам и так далее но вот именно что-то такого там нот варламов что-то делает то есть в каком смысле ниш пусто и обучающие видео обучающие видео но это же делает теплица да то что вы я думаю если видели то что делает теплица это в общем то тоже на развитие канала в первую очередь но это же не несложно и по бюджету несложные по всему и в какой-то момент это может начать работать на на контору вот да там я рассказываю вот я рассказываю как раз про black magic про организм на про контору которая сейчас делает бесплатный один из лучших вообще бесплатных бесплатных видеоредакторов давить через ол буквально бесплатно реально классный а по цветокоррекции тащи профессиональная программа вот но это вам кстати обязательно если вы будете работать видео вам нужно это знать что есть бесплатный классный видеоредактор давид чередов вот до обучающие видены все что угодно и здесь тоже самое все что люди могут там приготовление коктейлей в домашних условиях вы снимаете заливаете и и в какой-то момент у вас что-то начинает получаться люди начинают отсмотреть могут так вот опять чему-то безбюджетное видео у меня выскочила и вот оборудование да вот все что я говорил это условно про то что если вы даже являетесь сотрудникам нкау или задумывается о том что вам нужно было бы снять видео имейте это в виду что вам нужно найти профессионала и стараться не мешать ему работать при этом чаще все люди знают что будут смотреть что не будут смотреть вот а контора люди представили контора они такие но я же лучше знаю что люди будут смотреть с ними вот так и вот это вот тоже все что было до этого это условно вам нужно знать что есть это и вы можете на аутсерсе кого-то привлекать или про боно или за деньги вот а сейчас рассказ о том что рассказ о том что вы можете сделать сами я говорил 550 но они к сожалению их сняли 550 550 кэнонс сняли с производства 60d сейчас я так понимаю первой в линейке который снимает видео лучше чем 550 вот все вместе сейчас стоит вот смотрите я прям посчитался 73 тысячи 500 рублей вечером флешка может быть там ну в общем 75 80 тысяч стоит комплект оборудования с которым можно начать снимать объективно вот и главное что вот это самое дешевое там на объектив еще нужно будет докупить там кольцо переходное это хороший объектив реально хороший если вам будет говорить что нет нужно только эльку каноновскую за 150 тысяч объектив вообще объектив да они стоят дорого они вот если он будет говорить вы можете кивать головой и ты спокойно пользоваться этим олимпусом то что он резкий хороший главном 28 миллиметров самое то в этом минимум который у вас если вы это купите в вот с этим вы можете уже начинать прям конкретно снимать и работать а со временем если вдруг у вас появятся деньги вы сможете купить полную матрицу то есть кэнон там 5d mark 3 например вот или тот же ну в данном случае лучше кэнон потому что вы сможете объектив этот использую в принципе вам просто вы заменяете тушку кэнон 60d боди это значит тушка без объектива заменяете тушку и в принципе продолжает снимать со временем можно докупать подкупать и так далее но в целом этого достаточно чтобы начать снимать и вот он дает через ов его достаточно чтобы начать монтировать бесплатно и классно и действительно кто-то ее видит кто-то я считаю даже лучше чем адоб премьер у профессиональных которым селки терует наверное нет он наверное все чуть чуть похуже хотя они продолжают развиваться развиваться и и вот этого в принципе вам достаточно того чтобы что-то снять красота спасет этот мир вот чтобы что-то снять сейчас я посмотрю еще материалы и и я хотел прям в двух словах рассказать например про то что и как можно снять ну прям вот уже более уже более вот например ролик смотрите ролик который я делал для милосердия он собрал около 800 тысяч просмотров 800 тысяч просмотров на youtube то есть если газпром потратил там я предполагаю 200 тысяч на один просмотр там или 300 тысяч на один просмотр вот посчитайте сколько 800 тысяч сколько потратил газпром чтобы меня собрать 800 тысяч просмотров роль достаточно простой да с одной стороны эта история про то что видит слепой мальчик вот этот мальчик у на самом деле слепой появилась идея по голову выяснить что видит как он он не видит ничего но интересно же что он думает как он думает что он видит и так далее появилась идея она в общем достаточно неплохая у него был потенциал как это делается я приехал я провел с ним целый день я целый день ходил с ним с камерой снимал все просто поливал то есть у меня съемок наверное часа полтора вот таких вот весь этот день я с ним разговаривал записывал на диктофон все что он говорит пытался его вывести на какие-то слова там и так далее ну то есть вывести что он видит конкретно а что ты сейчас видишь а как тебе представляется и так далее и вот когда все это снял приехал домой все это там разложил понял выбрал самые классные фразы единственным непросто и озвучить было много шума и так далее грома и я поехал в куда детскую студию нашел на мальчика тоже про дона причем вот через милосердие как будто нам согласился нашел мальчика который не начитал текст если я привез ему те от того что листик открыл ребенок и он его перед ну переозвучил до перри перри начитал вот 800000 что здесь простая идея даст но если она как бы достаточно простая и вот и единственное нужно найти эту идею 800000 просмотров и люди смотрят то есть и уже в конце можно давать какую-то историю типа там помогите фонду милосердия и там или если это конкретно сбор на что-то то там помогите чему-то или кому-то вот или вот ролик сейчас я такая секунда хвастовства у меня началась вообще я обстал с них вас когда преподавал инфо иван например рекламу я не показывал не свои ролики ничего и меня даже эти студенты думали что ничего не свои вот рождественская каляка может быть даже кто-то из вас ювел на что она нам летала по сети но это единственное снятая уже на кэнон на манна mark 3 и там цветокоррекция ну такая она по качеству хорошо но тоже появилась идея простая да то что люди ходят в разных местах поют калярку каждые у себя дома и вместе они сливаясь дают один общий там клевый клевую штуку я поговорил с музыкантами музыканты согласились благо что все мои друзья я нашел студию которая тоже там стоило мне тысячу рублей мы записались в этой студии в общем все отсняли все полетело ну не там сто пятьдесят тысяч просмотров час на youtube но в принципе она тоже хорошо летает она летает фэйсбук и так далее на рождество я раньше сейчас каждое рождество соответственно продакшн мне с ну то есть мне стоил там сколько две тысячи рублей 3000 рублей вот ну и плюс мое время но я на зарплате до соответственно вот но класс потенциал здорово последнее что хочу показать просто чтобы у нас 10 минут тоже ролик который делал для истории про сейчас двух слов сейчас вы смотрите даже неважно не оценивая что и как история там может быть не самый лучший проект но я просто у меня он сейчас есть в проекте я его не успел удалить я хочу на примере этого показать как примерно это монтируется как это примерно снимается что что происходит вообще это тоже такая история классическая для сети во первых текст это смотрится без звука это смотрелось в фейсбуке в фейсбуке это собрало там тоже 110 тысяч просмотров по моему не вот ютюбе не собрало они что-то не полетел хороших настоящих короткое видео в принципе как раз стилистики great big story то есть длинное интервью ну то есть наоборот короткое интервью там двухминутное все это время девушка говорит кстати говорит она в этой комнате вот что за моей спиной это же есть в кадре девушка говорит все разбивается на какие-то блоки как будто она отвечает на какие-то вопросы все перемешиваются красивыми кадровами как она не красит иконы пишет иконы вот получается такая история вроде как забавная интересная красивая как отделается сейчас я попробую уверена что я попробую показать экран я пытаюсь показать экран так видно экран интересно сейчас напишите кто-нибудь видно да все влад написал что видно окей влад еще раз поставь плюсик что видно экран ну часто не видно но то что было видно экран спасибо что происходит так как делается записывается интервью очень длинное интервью 35 минут вот на 35 плюс не говорили и говорили на разные темы абсолютно и развивали разные темы вообще пока я брал интервью я задавал какие-то вопросы там было многого сейчас перед вами монтажная программа адоб премьер те кто не видели вот так примерно это все выглядит так как примерно монтируется тут исходники лежат здесь здесь монитор вот и и неважно вот 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 монтажная дорожка вот интервью 35 минут снят заранее потом это интервью отслушивается расшифровывается выбираются интересные куски принимая ну это все собирается в такую драматургический пласт я говорю именно про ролики такого типа то что делает great big story я вот это все собирается в такой какой-то такой слаженный рассказ то есть в основе этого ролика базе фундаментом этого ролика является интервью от начала до конца интервью здесь главенствует то есть история человек рассказывает она интересна должна быть зрителем и вы выбираете куски которые интересны и вот из 35 минут в итоге вы выбираете сколько 2 минуты 45 секунд 2 минуты 40 секунд интервью вот вот вы выбираете но при этом человек все время говорит и он все время говорит о разном там перебивается ахи вздохи а то и вообще куски какие-то из разных мест и вы все это начинаете в общем то монтировать вот это вот монтажная дорожка вот это интервью вот видите как она порезана здесь порезана вообще все через слово буквально вот вот стык там вот стык вот стык буквально междометия какие-то вырезаются вот этими междометиями вырезая все выкидывая все лишнее очень тяжелый кстати процесс выкинуть все лишнее из 35 минут сделать 2 минуты 30 секунд но хорошая интересность слаженного рассказывает и все это вырезаете потом вы до снимаете или сначала вы до снимаете красивые кадры которые нам ничего не значит условно просто красивые кадры какие-то вот и все эти места вот это вот нарезки бесконечно лапши вы перекрываете сверху вот этими красивыми кадрами и периодически вы вставляете опять человека где у него относительно слаженные рассказы не нужно вырезать куски ах вздохов и так далее вот видите вот она длина достаточно говорит хорошо не нужно было монтировать весь этот кусок значит здесь можно было ее вывести вывести ее показать потом вот здесь она опять нибудь запнулась или нужно было стоять кусок из другого места значит сверху вы кладете кадр просто под съем и все и все и все кстати действительно получается что вот вот так примерно делаются такие ролики как great big story берется интервью вырезай ну вот конкретно тот который я вам показывал он он там есть закадровый голос но без закадрового голоса взяли интервью 35 минут нашли интересного человека взяли у него интервью выбрали из этого две минуты отсняли этого человека так сяк если он что-то делает если он про что-то рассказывать ну про иконы она рассказывает значит отсняли как она снимает иконы с этой стороны с той стороны набрали красивых кадров одним словом смонтировали интервью накидали сверху красивых кадров еще выше положили титры спецэффекты внизу подложили музыку собственно все вот и собственно и собственно все получается что этого достаточно чтобы получилось ну вот такой например ролик снимал я его день монтировал я его день два дня три дня ладно максимум все вместе получилось 3 а может быть и два вот два дня работы такой ролик найти идею придумать найти идею найти человека сделать сделать интервью выбрать хорошие куски и положить сверху как хорошие кадры оборудование которое у вас которую я вам показал его достаточно чтобы чтобы эти хорошие кадры найти и вот он красота спасет мир я уложился в час давайте сейчас задавайте вопросы потому что я не хочу вот так вот просто уходить мне нужно чтобы что-то мне ответить я должен вам что-то ответить обязательно это сложно и чем говорить голосом это может какое-то время занять чтобы написать и сформулировать можно я пока можно я пока задам вопрос да да я вижу такой формат видео это видеоанкеты которые снимают детей сироты за устройство можешь пару слов сказать о том каким должен быть это видео так а потом я отвечу о том как делаю ролики для теплицы смотри влад ну вот собственно из меня одну жизнь да то что я говорила рекламные ролики для которой снимал воиндар я просто с ними тоже одно время как-то был знаком ничем для них не снимал но что-то крутился рядом вот очень классные качественные рекламные ролики и очень слабые анкеты и в том числе из меня одну жизнь как как и как это нужно снимать ну качественно собственно что происходит нет бюджет естественного благотворительных организаций анкет много нужно снять вот и стих там ну сколько детей столько и анкет не вот и вылезать каждый ролик невозможно но то что я вижу то что делают плохо объективе не видел вообще хороших но это отсутствие не знаю опыта качество и так далее вот как это нужно делать ну наверное не так как из меня одну жизнь не так как эти рекламные ролики делались это было именно реклама социальная реклама ролик про человека условно смысле так же как делают great big story вот они к некотором смысле уже готовая история сажаешь человека разговариваешь с ним ну и если он уже разговаривает вот он что рассказывает о себе появляется какие-то интересные штуки там я могу найти сейчас я делал как для милосердия да по усыновлению как раз усыновили там этих девочек она рассказывает о себе сейчас чтобы не быть голословным если у нас есть время вот я готов нет план не буду показывать то что искать долго и так далее вот сажаясь выяснили простите за отвратительно но залезли в душу вот то есть действительно ну это уже о том как берут интервью и как залезть в душу да как самое внутреннее вынуть из человека это отдельная история у разбежки на курс целый посвящен тому как брать интервью вот но это интервью именно такое если вы разговариваете с человеком если вы не просто не задаете вопросы по бумажке у меня были стажеры из телевидения из вовсники гитро институт телевидения и радио я в ужасе был когда они там сажали меня например ну вам они писали интервью ну то есть они делали сюжет и в том числе я им был нужен как спикер нажали и те девочка которая задает мне вопрос она по бумажке его задала и на она задала вопрос и она отвернулась оператору на ушко шепчет я не знаю кому я рассказывающий зачем я рассказываю это нужно она такая и кто я такой для неё тогда вот ну тут собственно 5 права правил глеба жеглова дата сделать старшину как вам стало интересно чтобы он почувствовал что вы ему интересны что он вам интересен точнее вот если так раз разговаривать человек если так у него спросить спросить каковы мной и хорошим конечно нужно выяснить почему то есть по-хорошему нужно чтобы человек еще сказал что здесь плохо но это к сожалению тоже такие вещи которые они в этом есть некий дикий элемент мерзости режиссер когда он делает например ролик он уже знает что ему нужны какие-то фразы что вот чтобы там раз жаловать чтобы уколоть или еще что-то эти фразы пытается вытаскивать тогда бывает уезжаешь из интервью и такие с таким чувством что блин не получилось ты не вытащил то что нужно и нужна одна фраза простая там вот если говорить про детские дома там ну она она примитивная скорее всего нужно всякий раз искать хоть новым там типа там не знаю я не могу без мамы больше все мне плохо я просто не могу все вытащить появилась эта фраза этого достаточно там или в начале или в конце вы вставляете все просто нужно до история такая история всякая вот история great big story везде в основе лежит история мощная история человека очень коротко поданная просто но она ну здоровская там что-то есть в ней интерес всякий раз интересно узнать что вот это да вот этот человек такой сделал и то же самое с анкетами мне кажется но это сложно это просто нужно тут тут проблема в том что финансирование достаточного а детей много не снимают естественно на низком бюджете опять же снимает телевизионщики чаще всего плохо все что я знаю плохо сейчас влад пока я отвечу а ты потом еще можешь спросить что-нибудь пару слов о том как делаете ролики для теплицы но если про скринкасты то но если технически интересует как я делаю скринкасты то я беру тему я ее изучаю прорабатываю благо у нас не так много людей здесь сейчас возможно это инсайдерская информация но в реальности на не скринкаст то есть это не то что я в данный момент что-то кликаю и у меня что-то появляется я параллельно говорю нет потому что тогда получается то как делаю скринкасты остальные качек некой бекает то как я сейчас говорю прибивая сбиваясь и так далее и медленно получается то есть скринкасты которые я делаю и ужимая туда дикое количество информации иногда я для того чтобы подготовиться я смотрю чужие скринкасты я понимаю что 20 процентов информации которые у меня есть скринкаст человек делает вот эти 20 процентов что у меня в трехминутном скринкасте он делает 10 минут причем десять минут потому что он должен остановиться подумать что он сделает следующий в конце концов мышкой шевельнуть то есть я сначала все это продумываю записывать делаю скринкаст делаю снимаем скринкаст с экрана с нами специально программа думаю вы знаете что они есть это несложно снимая скринкаст с экрана параллельно пишу текст записываю текст и потом уже вот этот текст все что вот весь скринкаст который я снял чаще всего это минут 25 я начинаю резать уже выжимать по времени там в премьере например есть такая история когда берешь трек просто и сжимаешь его ускоряется автоматически это что же время нужно выбирать убыстрять время там секундах искать добром есть функция такая функция такой инструмент когда вы просто берете кадр сжимаете настолько насколько он вам нужен и он автоматически время в нему быстрее до внутри ну внутри этого кадра и все записываю синхрон то есть ну стендап такой да когда я стою и говорю привет теплица записываю на хромакеет зеленый фон потом зеленый фон вырезаю кстати да винчи просто мы недавно совсем столкнулись да винчи то есть я знал что да винчи есть я в нем делать цвет коррекцию профессионально ну тогда я снимаю в рог когда я снимаю там какие-то богатые ролики я делаю цвет коррекции отдельно да винчи я никогда не приходил голову что это еще и видеоредактор хотя я знал что это видеоредактор когда я искал видеоредактор и я бесплатные делал скринкасты видеоредактора я нашел что хорошая но честно говоря гораздо слабее даже голову не пришлось что да и через редактор а сейчас 14 версии редактор уже прям ну совсем мощный реально ну вот вот реально мощь и соответственно в да винчи же хромакей но вот вырезание зеленого фона реально круче чем в автор эффект там специальный плагин для вырезания есть вот здесь без всяких плагинов вырезает прям на ура и и у да винчи же есть фьюжен это я недавно совсем узнал программа для работы со спецэффектами тоже бесплатно и еще не не потрогал но я понимаю что это но она немножко про другое но все равно есть бесплатная программа вот я вырезаю хромакей все монтирую белую а как я делаю карточки если вы знаете что есть карточка и пицца и но также достаточно просто пишу текст motion графика это простая штука достаточно не могу сейчас показать не потому что у меня на ноуте я сейчас на компьютере на но в целом вот так удовольствием причем дело мне очень нравится то что я свободен потому что теплица прекрасная люди там хорошие там редактор главный отличный идеально понимаете отличный кстати редактор это 90 процентов успехов все и теплица будет рвать поверьте мне но не сейчас но месяцев через шесть канал youtube заживет наконец сейчас уже идет какой-то влад или еще кто-нибудь пишите вопросы влад появись появился напомню без звука да или что-то не то или у меня что-то не то у кого-то есть влад со звуком смысле влад вторая попытка спросите в конце концов кто изображен на послушайте ну нет ссылки в чате запрещено как другие а технические сложности я боюсь что завершаться? Сейчас звук пошел, говорят. Влад, прости, прости, дорогой. Ой-ой-ой, это я виноват. Ну, для меня нет. А все, ой-ой-ой. Дай я попробую, что ли... А, Влад, прости, прости, дорогой. Ой-ой-ой, это я виноват. Коллеги, если вопросов нету, спасибо большое, очень интересно было. Я думаю, что это задело и начало для того, чтобы начать разбираться в видео, даже если не снимать, то хотя бы правильно сформулировать идею и найти правильных специалистов. О том, как снимать на смартфон и как обрабатывать, есть у нас видеоуроки. И Владимир об этом рассказывал. Возможно, я тоже пришлю ссылки в письме, чтобы у вас все было под рукой. Спасибо большое. Сейчас, Влад, подожди, я... Тут, видишь, еще один вопрос. Мне же хочется вопросов. Пришел вопрос. Сейчас, Влад, подожди, я... Тут, видишь, еще один вопрос. Я так... Мне же хочется вопросов. Вот сейчас... Пришел вопрос. Вот. А... Про иконописок очень информативно, интересно. Сейчас... Я еще посоветую вам задать вопрос, кто у нас изображен на... Ну, в презентации здесь. Потому что, ну, что... Красота спасет мир и такой человек. Что это? Что это? Конечно, да. Итак, необходимо ли специальное образование для качественного создания видео? Задается вопрос. Конечно, да. Конечно, хорошо бы иметь специальное образование. Но сейчас пока, вот, к сожалению, это проблема. Вот специальное образование – это проблема, потому что людей в течение... Ну, кого я знаю? Я знаю выпускников ГИКа и выпускников Марин Разбежкин. Ну, потому что вот про документалку больше никто условно и ничего и не делает. Как раз Разбежкинские птенцы, ну, Марина Александровна Разбежкина и выпускники, они сейчас единственные, кто снимает документалку. Вот. Они молодцы. Собственно, поэтому они и делают документалку. Поэтому они единственные, кто делает документалку, потому что они знают, что можно делать без бюджета. И она их уже условно учит, что берешь камеру и снимаешь. Но там все-таки они настроены на документалку конкретно. И она их учит делать документалку. По крайней мере, те, кто приходили ко мне, да, они... Ну, вот они делают документалку. Они понимают, что надо делать быстрее, там, жестче. Можно придумывать форматы технические. Ну, у них, да, нет. Но с другой стороны, когда вот Разбежкинские птенцы, они, блин, я понимал, что они клево, что я так не умею, как они. Они извините. Ну, вот, что говорить, конечно, что понятно, что профессионал. Используйте, когда пройдет время, они, если вот их засунуть в этот формат, они сделают классно. Поперпенно, да. Если смогут, потому что Марина Александровна еще не любит таких, ну, как пропанации, что это документалист. Вот, она их учит, она там... И мне говорила, что там, если они мне, другой девочки, которая тоже поступила к ней и думала, поступать, ну, идти учиться. И она говорила, но это имей в виду, что если ты поступишь ко мне, то уже бы не сможешь делать то, что делал до этого. А в ГИК еще хуже, сложнее, потому что они классные, их учат в течение шести лет. Они растут на классных примерах и документалке, и кино. Они, то есть, я вот помню, то есть, у меня работали и студенты, например, которые еще учат, и они для меня снимают. И там забавно достаточно то, что они такие высокомерные, то есть, мы здесь занимаемся полной фигней, наверное, на нашем милосердии. А они такие клевые режиссеры, потому что они живут в этом. И я их понимаю, потому что, действительно, когда ты живешь в хорошем кино, когда ты смотришь хорошие примеры. И вот они такие все возвышенные во время обучения, и через 2-3 года после обучения абсолютно, абсолютно, наоборот, беда и шваха. Нечего снимать, им некуда здесь свои знания, потому что в кинематографе вообще происходят ужасные вещи, как у вас сеть, простите, я не буду, ладно. Вот. И люди прямо потухшие абсолютно, потому что они не умеют и не знают и не понимают, что можно взять камеру и просто снять. То есть ты взял камеру и снял, и все. А зачем тебе нужно? Это высокий бюджет там и так далее. Опыт офигенного был хороший. Но опыт съемочного процесса, компании людей, обязательно каждый занимается своим. Как это я возьму камеру? Они первое время не умеют снимать. Вот там классный. У меня работал режиссер, которая реально делала классные документальные фильмы, которые рвали по рейтингу, по рейтингу культа, она была там чуть на пятом, что ли, вместе из 250. А Марина Александровна разбежкина своим фильмом на 13. Но когда она пришла, она не умела снимать сама. То есть она как бы в общих чертах умела и в общих чертах монтировать. Но хорошо она летела, да, там развивалась. А так, в принципе, можно сказать, что профессиональное образование немножко, ну, не уродует, но сейчас, и с тем, что им некуда приложить свои знания и умения, это немножко вот, я знал одну классную режиссер, когда учился у Соловьева на игровом кино, Сергей Соловьев, все классные режиссеры, классные, и она снимала классные. И я ее встретил там пару лет назад, уже через два года, ну, нет, встретил сейчас, она выпустилась пару лет назад или тройку, уже взрослая. И я говорю, ну, что происходит, ты снимаешь там? Она говорит, так, если еще раз спросишь, я уйду. Я говорю, да не, ну, просто, ну, что происходит, ты что-нибудь снимаешь? Она развелась и ушла, ну, не в слезах, наверное, но очень сильно расстроен, потому что не снимает, не снимают, потому что 150 тысяч, это бюджет, это я тебе сделаю бесплатно, говорит выпускник в ГИК, это значит за 150 тысяч. Ну, вот, и они вот в это постоянно упираются, что нужно, они не понимают, что можно брать камеру и снимать, брать и снимать, как Гадар учил, как призывал Гадар и Трюхо, брать и снимать. Конечно, поступать, это круто. Вот, поэтому, ну, если хотите поступать, если это вопрос в плане поступления, конечно, поступать, это круто, но поступайте и учитесь с тем, что, знаете, что, скорее всего, вас ждут серьезные испытания после окончания. И люди, если они окончили, их ждут испытания, потому что они в другом мире, и они вдруг окунаются в эту реальность ужасной, реальность, когда ты никому не нужен, с твоими навыками, это и художники, и так далее, талантливейшие люди, которые понимают, что они никому не нужны. Вот если к этому подготовиться, то, конечно, специальное образование очень сильно поможет. У меня не было, у меня была исключительно наглость и желание снимать. То есть я договорился о съемке, сразу же мы начали делать видеоблог Владыки Пантелеймона, то есть такой, ну, вроде, именитощик, договаривался, я договорился о съемке, договорился о том, что я буду его снимать, он выкраивал время для меня, чтобы я приехал, там, час его снимал. При этом я не только не умел снимать, инфицировать, у меня даже камеры не было. Это была абсолютная наглость. И не знаю, как это назвать, но я начал и не останавливаясь, продолжал. И в итоге, ну, мне кажется, что сейчас уже я что-то действительно умею. Раиль задаст тебе вопрос в привате, я открою больше. Ну, вот, наверное, все, мне кажется. Еще раз спасибо большое, Владимир. Правда, очень интересный пятничный вечер получился. Коллеги, я только напомню, что у нас продолжается марафон не только просмотр вебинаров и встречи с интересными сотрудниками Теплицы, но и решением задачи на IT-волонтере. Просматривайте, откликайтесь на задачи и помогайте некоммерческим организациям. Там, видимо, немного задач по видео, иногда встречается по видеомонтажу, но есть другие задачи. Правда, сотрудничайте с НКО, помогайте, это очень круто, это перспективно. Я по секрету скажу, что Владимир тоже IT-волонтер и на платформе в том числе есть одна, как минимум, решенная задача, успешная. Все. Не, ну я на самом деле не IT-нет, Влад, мне считаю, что мое Pro Bono это музыканты, это тиск. Не, ну я на самом деле не IT-нет, Влад, а все-таки мне считаю, что мое Pro Bono это музыканты, клипы, потому что я в этой тусовке плотно, и считаю, что им тоже нужна помощь, в конце концов, в степени. Хорошие, талантливые ребята и документалистика тоже моя Pro Bono. Ну и Тихо, один раз я разогнал. Спасибо, да, за приятные комментарии, тоже спасибо огромное. Все. До доброго.